На днях должна начаться дискуссия с доктором Абу Шаибом Аль-Майдани. Его последователи, соратники, ученики очень долгое время предлагали нам дискуссию с ним, возможно полтора года, может быть и более того. Но несмотря на то, что сам Абу Шаиб готов был к дискуссии, и тем более к этому готовы были мы, несмотря на это, мы очень долгое время никак не могли достичь договоренностей. Разногласия у нас были относительно формата дискуссии, так как Абу Шаиб предлагал дискуссию в интернете, а точнее в программе Зелла, на что мы никак не хотели соглашаться. Мы не хотели соглашаться на дискуссию в интернете, мы хотели провести дискуссию лицом к лицу, приличные встречи. И тем более сомнительным казалось проведение дискуссии в Зелла. И поэтому мы очень долгое время никак не могли достичь договоренностей, но совсем недавно брат Махмуд предложил протестировать и испробовать новый метод дискуссии, который заключается в том, чтобы обмениваться видео или аудиосообщениями подобно переписке. И мы решили испробовать его и предложили этот метод Абу Шаиба, на что он согласился. И поэтому мы уже достигли договоренностей относительно дискуссии, в том числе достигли договоренностей относительно темы дискуссии, тем точнее, правил и регламента, с которыми вы можете, я думаю, уже сегодня опубликуем, можете ознакомиться на одной из наших страниц в социальных сетях. Также все материалы, которые будут фигурировать в дискуссии, как с нашей стороны, так и со стороны наших оппонентов, мы будем публиковать на нашем дополнительном канале в YouTube, ссылку на которую вы можете найти в описании или же в комментариях под этим видео. Я также хотел бы обратить ваше внимание на то, что в этой дискуссии, так же, как и во всех предыдущих наших дискуссиях, мы не преследуем цель посеять взаимную вражду, взаимную ненависть, посеять разногласия и смуту. Нет, мы преследуем абсолютно иные цели. Мы преследуем цели достичь взаимопонимания в мусульманском обществе, так как мы убеждены, что большинство мусульман в лице суннитов имеют весьма искаженное представление о шиитском учении. И это искаженное представление является следствием и результатом пропаганды врагов ислама и мусульман, результатом клеветы и грязи, которая лилась и льется на шиитов. И это искаженное представление о шиитском учении и о шиитах является корнем всех бед, корнем всей той ненависти, которую мы можем наблюдать, всей той вражды, которую мы можем наблюдать. Именно это искаженное представление. Другими словами, отсутствие взаимного понимания, взаимопонимания. И для достижения этого взаимопонимания мы и участвуем в подробных дискуссиях, для того, чтобы дать понять, что шиитское учение не только не основано на догадках, не основано на предположениях, не основано на каких-то личных предпочтениях, не только не основано на каких-то шатких и некрепких основах, а более того, основано на самых крепких доводах, доказательствах из Священного Корана, из Священной Сунны Пророка Мухаммада, из чистого непорочного разума. И именно для этого мы призывали, призываем и всегда готовы участвовать в подобных дискуссиях, для того, чтобы дать понять, что шиитское учение имеет очень крепкие основы. И после того, как мы сможем донести это послание до большинства мусульман, до суннистского мира, конечно же, мы сможем достичь взаимного понимания и уже конструктивно, цивилизованно двигаться к объединению, к единству и сплоченности в мусульманском мире. И поэтому, конечно же, ни в коем случае мы не предоставляем какие-то отрицательные цели, какие-то пагубные цели в виде вроде того, чтобы посеять разногласия, вражду среди мусульман. Поэтому все те результаты, все те последствия, которые мы наблюдаем обычно в результате подобных, послеподобных дискуссий, на наш взгляд, они не являются результатом конструктивной и научной дискуссии, к которой мы стремимся. Мы стремимся именно к такой дискуссии. К дискуссии, где имеется конструктив, имеются научные факты, научные доводы и доказательства, которые уместны в подобных дискуссиях. А те пагубные последствия, которые вблекут за собой подобные дискуссии и могут повлечь за собой подобные дискуссии, они являются результатом провокации, которой мы очень сильно надеемся, что в этой дискуссии не будут применены и что в этой дискуссии не будет никаких провокаций ни с чьей-либо стороны. Провокаций, взаимного оскорбления и тому подобных неконструктивных действий, не научных и неконструктивных действий, а научной и конструктивной диалогии и дискуссии, на наш взгляд, всегда служат светлой целью объединения и взаимного понимания. Поэтому, друзья, если вы хотите следить за данной дискуссией, то или подписывайтесь на наш дополнительный канал, или же следите за одной из наших страниц в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok